Мы довольны тем, что мы улучшим группу, но это не конечная наша цель. И участие в групповом этапе это не является нашей конечной целью. То есть мы хотим играть на результат. В групповом турнире стратегия тактика нестыкайна, здесь нет этого отбивания, и очки не называются в этом матче. Естественно, мы будем стремиться за золотые медали чемпионата нашего, чемпионата Беларуси, и достойно выступить в Европе. При определенных обстоятельствах хотели бы быть третьей и перед удачей выйти в группу. Сразу хочу сказать, что я понимаю, с большим уважением мы относимся к всем командам в группе, в том числе по уход, и имеем достаточную информацию по команде. Те официальные матчи, которые набрали ладовальческие, могу сказать, что команда интересна. В первую очередь, есть в атакующей линии, игроками-атакующими. Есть футболисты различных сборных, позицированные футболисты, и РАЦ, и есть национальная сборка в банде представлена, и Греции. То есть команда очень интересная, и думаю, что Майзелдер будет интересна. Что касается нашего состояния, вы знаете, профессионалы, они не должны остановиваться, долго зацикливаться на отрицательном результате. Мы сделали выводы, постараемся учесть те ошибки, которые у нас были, и все-таки завтра уже играем в губернаде. Прежде всего, где у нас какие-то ролики, надо посмотреть. В прошлое время, в данном случае, это турнир из четырех команд. Наверное, когда первый фут пройдет, нужно будет с почетой вероятностью сказать то, что заслуживает. Но в итоге, кажется, займем то место, которое, как вы уже говорили, просто. Для футболистов хорошо, когда присутствуют болельщики на футболе, а когда их нет на стадионе, это превращается, наверное, больше в талантскую группу, поэтому какой-то сбаланс, я думаю, вряд ли внесет то, что присутствуют болельщики. Конечно, есть упалка футболистей, которым следует, можно сказать, уделить более пристальное внимание, это игроки атакующего плана, например, как Солкин Гиттус, наверное, это лидер команды и капитан. Как я говорил, тренер, мы считаем, что группа атаки хорошая в палках. И постараемся, в принципе, нейтрализовать их атакующую мощь и предоставить им свой век, это, наверное, будет залогом к удачному результату. У вас в составе играет художник, мы только запрещаем этот выступление в Бережеском чемпионате, в Бережеских командах. Насколько оценен его опыт и, может быть, какие-то советы он вам давал? Да, мы имели с ним разговор, он кое-что нам рассказал, поделился информацией из того, что там было в Греции, он знаком с тренером, но он поднимал определенную информацию, в Греции. Мы правильно заметили на бумаге, да, наверное, все-таки в эфире Сина Паук является лидерами группы, но темно хорошим в том, что не всегда заштабные лидеры становятся лидерами по факту. По крайней мере, мы нацелены на победу, на, еще раз говорю, достойную группу, достойную группу. Тренер Паук на пресс-конференции сказал, что его очень беспокоит состояние газона, тумбы, ввиду сильного дождя сегодня. И беспокоит его по тому, что он рассчитывает на то, что они будут владеть мячом и, может быть, не смогут показать свою лучшую игру. Что касается вашей команды, то есть беспокоит ли вас состояние тумбы и сможете ли вы использовать свое преимущество тяжелое состояние газона тумбы? Ну, чтобы возиться на газон, мы надо для начала увидеть сразу с автобуса пришли на пресс-конференцию, поэтому чем быстрее оно закончится, тем раньше мы поймем состояние поля. Потому что у нас время ограничено до 20 минут. Если сказать свое существо, то мы тоже, как всегда, говорят на хорошем пуле, потому что контроль мяча создана нашей команде, это тоже наш путь.